Что, где, когда? В Мариил прошла межнациональная интеллектуальная игра. Ее участники проверили свои знания по истории и культуре народов России и ближнего зарубежья. Организаторы игры – Республиканский центр марийской культуры и Федеральная национально-культурная автономия марийцев России. Студенты, библиотекари, блогеры, общественные деятели и даже историки. На интеллектуальной борьбе у всех были равные условия. Полминуты на размышления и обсуждение одного вопроса. Великие люди, литература и язык, традиции и обряды. Всего по 10 вопросов в каждом раунде. Логика и немного везения – главные успехи большинства команд. Я уже второй раз участвую в данном конкурсе. Первый раз это было в студенческие годы. Тогда мы со всем студентами не совсем понимали все вопросы. А теперь уже как-то все проще, кажется. Но на самом деле все равно задание посложнее. Все благодаря команде. Мы идем потихоньку вперед и я думаю, что у нас все получится. В команде двухглавых «Орлов» много историков, поэтому большинство вопросов для них были словно детские загадки. Говорят, порой ответы скрыты в самих вопросах. Тем более у некоторых из них уже есть опыт игры во что, где, когда. Постоянное участие в интеллектуальных состязаниях расширяет кругозор, развивает логику и сплачивает людей разных возрастов и профессий. Все никто не знает, знаете, это раз. А во-вторых, ну вопросы есть очень легкие, можно было бы посложнее, но есть и сложные. Тут зависит от направления деятельности, очень специфичные. Но я думаю, что надо еще поработать над составлением вопросов, потому что во многих случаях уже подсказка о самих вопросах есть. А так очень интересно и живо проходит. Впервые подобную межнациональную игру в Мариел провели в прошлом году. На этот раз ее участниками стали семь команд. Пообщаться с представителями разных национальностей, узнать больше о традициях и культуре. Это та задача, которая была достигнута на очередной игре. Главная идея этого конкурса – это развитие дружбы народов, тех народов, которые проживают на территории республики Мариел. И на этом конкурсе это традиционно принимать участие представителей разных этих народов, которые населяют наш край. Это и русские, и мореи, и татары, и азербайджанцы, и армяне, дагестанцы и многие-многие другие нации. Гран-при интеллектуального марафона получили двуглавые орлы. Первое место у интернациональной команды «Кетча» – «Солнышко». Кубок за второе место получил коллектив Марийского ансамбля «Чон-Онгар» – «Колокольчик души». А третьими по количеству баллов стала команда «Горцы от ума» с активистами из Дагестана.